здравствуйте эта программа честное слово я маруся загорская сегодня у меня в гостях девушка инстаграм которая мне очень нравится не только потому что это инстаграм директора трех магазинов но и потому что там есть любимый муж любимая дочь и попа купальники стире 70 нотария илющенко вот танца штанишки то стоят подешевле не сделаете ли вы мне скидку их репутация будет падать если их бренд можно купить по какой-то низкой цене вопрос собственно почему тогда вы изначально ставите такую цену всегда в коллекциях есть какие-то знаковые яркие элементы яркие вещи которые порой я понимаю что в барнауле просто человеку некуда будет их вывести показать сколько стоит открыть классный красивый и стильный магазин в барнауле дорого откуда деньги аренда была бешеная просто невозможно входной взнос в любой торговый центр для открытия магазина был сумасшедший я просто понимала что но отработать эти деньги будет нереально наташ привет привет маруся классно выглядишь в трендах спасибо старалась ты всегда стараешься прям по моде одеваться или только на выход нет пожалуй не стараюсь потому что у меня на это просто нет времени поэтому у меня такой экспромт всегда утренний чтобы такое быстро надеть чтобы моментально выйти из дома не задерживаясь вообще у тебя много одежды есть такой пунктик у меня очень много одежды даже вот прям слишком много я бы так сказала я пытаюсь каждый раз это сминимизировать убрать лишнее раздарить продать просто куда-то с глаз столу убрать но почему-то она появляется новая постоянно почему же она появляется новая у человека который занимается баингом и руководит магазинами с одеждой просто удивительно вот для непросвещенных баер это кто это закупщик это человек который путешествует едет на закуп товара заранее естественно заказывает необходимые коллекции в нужном количестве цветах ассортименте и так далее расскажи поподробнее как происходит сам закуп нельзя просто поехать постучаться в любую дверь и сказать ребятам продайте мне вот это 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 то есть сначала нужно назначить встречи как правило бренды требуют заранее всю информацию о магазине где ты хочешь этот бренд продавать потому что далеко не всегда они готовы продаваться там где бы хотели видеть встречи назначаются в строго определенный период то есть это не в любой момент в году ты можешь поехать на заказы это ограниченное количество времени в зависимости от сезонности ну а как ты выбираешь ассортимент тут много очень факторов на самом деле потому что во-первых я определяю с какими брендами я хочу работать это раз какие из этих брендов являются более коммерческими то есть теми на которых я могу заработать скажем так которые легко продаются широкому сегменту покупателей кроме этого есть бренды которые нужны больше да для статуса предположим на них возможно заработок будет невысокий но они нужны для привлечения нового клиента то есть различные виды я примерно определяю сколько каждый бренд будет иметь долю дам в этом бюджете которым я располагаю и только после этого я собственно формирую заказ исходя конечно же из моих личных предпочтений моего какого-то вкуса моего видения моды датом следующего сезона и конечно же клиента который у меня уже сформирован потому что я стараюсь опираться на те потребности которые есть у людей которые ко мне приходят в магазины я знаю что часть закупок проходит вот на неделях моды недели моды со стороны кажется крутой вечеринкой с классными нарядами и коктейлями если говорить об обратной стороне закуп бывает либо до либо после недели моды чаще всего до неделя моды происходит уже потом когда заказы сформированы и ты как байер тебя приглашают на этот показ вот мы буквально недавно вернулись с показа в сентябре которые были в милане это сумасшедшие вообще мероприятие потому что у тебя очень много показа в течение дня ты должен перемещаться переодеваться потому что ну того требует скажем так подход сам по себе к этим показам много приходится общаться с людьми во время этих показов но сами заказы там не формируются а зачем ты поехал на неделе моды это для статуса или для это скорее как как приглашение на день рождения да вот например если у тебя есть друзья ты приходишь к ним в гости вот марки точно также приглашают к себе в гости на показ тех людей с которыми они постоянно сотрудничают а в чем специфика подбора вещей именно для жителей барнаула наверняка те же марки которые есть у вас в том же новосибирске или в москве выглядят по ассортименту по-другому по-другому здесь наверное играют роли но прежде всего мои вкусовые какие-то предпочтения потому что отчасти мы формируем вкус клиентов отчасти они формируют наш вкус и естественно если у меня уже сложилась определенная когорта клиентов которые предпочитают тот или иной стиль я стараюсь привести нечто подобное какой какой-то стиль конкретно ну наверно конкретно у меня это больше клиента современно скажем так который хочет новинок который хочет там быть в тренде это не совсем классика вот ну какой-то такой живой очень клиент и ну плюс климат климатические особенности тоже играют роль а было у тебя такое что ты не взяла какую-то классную вещь потому что поняла что для барнаула это слишком дорого или слишком слишком красиво но это происходит очень часто на самом деле потому что всегда в коллекциях есть какие-то знаковые яркие элементы яркие вещи которые порой я понимаю что в барнауле просто человеку некуда будет их вывести показать но порой такие вещи все равно покупаются мною не клиентами я имею ввиду для витрины то есть эта вещь которая будет привлекать внимание на нее человек среагирует и зайдет это будет эмоциональный такой поступок но при этом он купит то что для него будет более удобно в носке а было у тебя такое чтобы ты взяла вещь которая тебе категорически не нравится но ты понимала что вот это точно будут покупать ну чтобы категорически не нравится нет все таки скорее нет очень часто советуют даже те бренды которые продают это они могут советовать скажем это у нас бестселлер у нас брали эту вещь все города нам очень нравится мы отлично продаем нет для моего клиента она не подходит я не хочу не буду и все откуда у тебя появилась вот это понимание твоего клиента с чего ты начала с работы в полях потому что когда находишься в магазине работаешь с клиентом ежедневно слушаешь смотришь наблюдаешь я работала вместе с мамой когда у нее были магазины помогая ей непосредственно на работе и постепенно постепенно уже перетекая на другие сферы этой работы вот твой бизнес тебе перешел от частично там от твоих родителей да по сути так а почему семья решила таким заниматься я думаю что это связано наверное с образованием мамы которые она получила на свое время у нее два образования это экономическое образование и образование товароведа соответственно она знала умело понимала как бы как это все выбирать и на в 90-е годы она работала коммерческим директором в одной структуре занималась собственно закупом товара когда она ушла в свободное плавание ей нужна была помощь поддержка которую я помогли по мере возможности оказывала в то время я работала в адвокатуре параллельно совмещала работу вот у мамы это было очень сложно в какой-то момент я просто решила что нужно выбрать что-то одно вот и решила уйти в сферу бизнеса люди с высоким достатком это еще и люди с высокими требованиями как правило да и очень интересно что обратила внимание на это потому что чаще всего я замечаю даже обратный какой-то эффект люди как раз с более высоким достатком это более простые люди с которым очень легко общаться и всегда можно найти общий язык те же люди которые скажем так недавно обрели этот достаток либо он может быть еще не на том уровне на котором они хотели бы ведут себя не всегда корректно и приходится находить ну сглаживать углы каким-то образом но вы предпочитаете сглаживать углы по возможности хотя иногда вам не срабатывает какой-то внутренний такой вот червячок маленький который встает в позу в принцип и я не хочу скажем так поступать несправедливо по отношению к другим клиентам потому что некоторые люди требуют к себе более особенного отношения скажем так а мне кажется это нечестно потому что у меня должно быть одинаковое отношение ко всем клиентам какие маркетинговые приемы лучше всего работают в вашем сегменте ну что сейчас вообще их огромное количество стало соцсети дни со стилистом старые добрые телефонные обзвоны вот что у вас выстреливает если раньше как бы это было понятно да мы знали примерно какой прием привлечет тех или иных клиентов то сейчас непредсказуемо мы можем сделать обзвон и не получить ни одного существенного отклика на него или скажем провести день со стилистом и опять же там не нас продажа не выстрелят но при этом какие-то отдельные элементы срабатывают в зависимости наверное от опять же сезонности когда кто на что готов и какой-то случайности бывает очень хорошо работает даже то что предлагаю лично я что людям на мне увидели да какой-то момент вот срисовывание подхода все так звучит очень благополучно но даже очень крупные игроки рынка которые работают с большим количеством время и премиальных брендов сейчас активно жалуются на то что интернет-торговля развитие крупных гигантских интернет-площадок сильно им портит кровь вот ты заметила это конечно это уже давно такая тенденция появилась и я думаю что в ближайшие три-четыре года ситуация будет только усугубляться потому что но явно рынок онлайн-торговли в россии еще не достиг своего наивысшего значения да явно соотношение оффлайн и онлайн будет меняться в сторону онлайна еще больше но мы стараемся с этим сжиться скажем так найти какие-то пути взаимодействия конечно порой мы теряем клиентов от того что они ушли в онлайн либо они нашли там более выгодную цену либо они просто нашли там нужный размер там цвет и так далее то есть какой-то ассортимент другой подобрали довольно сложно с этим справляться очень часто обсуждают разницу между онлайн и оффлайн именно в вопросе цены почему один тот же товар у вас ну не всегда но но зачастую все-таки стоит подороже чем на каком-нибудь на каком-нибудь крупном сайте как вот совсем там не остаться у разбитого корыта но я думаю что это прежде всего игра с ассортиментом потому что онлайн площадки предлагают очень известные крупные бренды как правило вот мы же можем предложить более индивидуальный подход какой-то эксклюзивность до привести те вещи которые скажем не самые популярные там да это не это не база какой-то ну более индивидуальный просто подход не необычный набор брендов то как они сочетаются между собой но люди приходят и говорят наталья вот я сейчас знаете ли посмотрела вот танк то штанишки то стоят подешевле не сделаете ли вы мне скидку то я закажу вот у этих ребят которые так часто бывает вот буквально недавно у нас была печальная ситуация у нас клиент купил вещи после этого ее вернул объяснив возврат тем что он нашел то на онлайн площадке существенно дешевле и и все бы ничего но разница в цене была очень большой то есть это было там не 5-10 процентов это была большая разница после чего мы провели целое расследование потому что такого быть не должно в любом случае каждая марка диктует рекомендованную розничную цену по которой товар должен продаваться и большого разброса цен быть не должно мы обратились непосредственно к этому бренду с запросом почему так почему низкая цена как выяснилось там был недобросовестный продавец на стороне онлайн магазина и вот собственно мы делали контрольную закупку с этого сайта после чего марка сказала этому продавцу ай-яй-яй и собственно цены были исправлены их подняли ну то есть все таки пока марки стараются сделать так чтобы все было но по-честному для них это тоже выгодно потому что их репутация будет падать если их бренд можно купить по какой-то низкой цене вопрос собственно почему тогда вы изначально ставите такую цену недавно ты открыла новый магазин сколько стоит открыть классный красивый и стильный магазин в барнауле дорого откуда деньги деньги собственно из бизнеса по деньги которые были вытянуты из текущего оборота у нас не было наемного дизайнера то есть там весь дизайн был продуман мною моим мужем мы сами рисовали оборудование ну если муж дизайнер было бы странно нанять еще дизайнера но он совсем дизайнер он скорее художник но тем не менее то есть мы придумывали все от и до начиная от стоек заканчивая пуфиками не знаю форма их так далее а у нас всегда очень много денег вложено в товар это очень большие суммы потому что каждый бренд диктует бюджетка на который мы должны закупить товар ежесезонно и поэтому это деньги которые крутятся постоянно в обороте для того чтобы их оттуда вычленить не нужно при на количество времени то есть ты просто их оттуда забираешь не покупая грубо говоря какую-то там марку там снижая закуп ну закуп да по сути свой в объеме уже успели нарастить вернуться к но еще нет мы даже еще год не проработали мы оборотом конечно выдерживаем свой то есть мы даже увеличиваем закуп тем более имея новый магазин мы вынуждены в любом случае расширить ассортимент нас очень много новых брендов в этом году это сложно то есть финансово потянуть это очень сложно каждый раз когда я еду в тот же милан и назначаю себе не только встречи для заказа товара назначаю встречи для просмотра и вот последний раз когда я очень активно этим занималась это был прошлый февраль то есть коллекции осени текущей мы смотрели я просмотрела за неделю с более ста брендов ты уже там все посмотрела что мы там будем через годик носить на какие тренды ты делаешь ставки вот на следующий сезон но я поняла на кожу ты делаешь но это уже это это да это у нас осень летом мы уже заказали все летние коллекции это очень яркие цвета сочные красивые яркие оттенки то есть мы не боимся цвета мы не ходим тотально в белом там да или черном мы прям миксуем разные цвета необычные сочетания конкретно про мини-тренды я бы пока не стала еще так раскрывать все карты какие тренды ты категорически решила не привозить потому что поняла что они вот у нас у нашей публики не выстрелят ну вот на то что касается текущего сезона осень зима я например не стала заказывать вещи которые отсылают к женщине кошки то есть это латекс кожа эко-кожа но в таком достаточно ну скажем сексуальном сочетании потому что я считаю что это просто граничит с вульгарностью и мне такое ну просто не нравится само по себе но я просто например понимаю что в условиях нашего города там никто не будет носить винил как бы классно круто он не выглядел на неделях моды да носят у нас уже нос нас у нас есть вещи из винила которые мы продаем но это не должен быть тотал лук и при этом еще покрыто сверху все стразами и каблуки и все прочее в каком-то небольшом сочетании без проблем можно любой тренд можно успокоить другими вещами более спокойными в образами и сделать его удобным в носке а были у тебя какие-то просчеты когда ты ну прям там все плохо вот все плохо продалось например там заказала что-то какой-то бренд или какую-то коллекцию от которого пришлось отказаться потом на распродаже просто слить и все конечно такое за 15 лет работы конечно такое было не могло не быть а еще был смешной случай один раз я заказала футболки как правило мы заказываем по одной единице в размере то есть например там xs sm предположим но в общем так случилось или я это ошиблась или это человек который забивал заказ в компьютер в общем мы заказали 36 футболок в каждом размере но вы можете себе представить что 100 футболок одинаковых продать проблематично вот был такой случай что с ними сделал ничего мы их продали потом со скидкой 90 процентов как ты это делаешь если у тебя маленький ребенок как ты все это не есть помощники конечно же это моя семья которые меня активно поддерживают ну во первых ребенка я вожу с собой пролистала инстаграм на те два года что есть ребенку и поняла что ты буквально с младенцем там с двух месяцев так получилось к сожалению не было возможности уйти в декрет даже на два-три месяца у нас я просто сейчас это замечаю по себе когда у меня появился ребенок достаточно агрессивно люди относятся к тому что ты приходишь с ребенком решать какие-то вопросы как в европе на это смотрят то что вы приехали с младенцем двухмесячным допустим очень легко как бы это не было удивительно несмотря на то что она реально мешает рабочему процессу время от времени они смотрят на это легко мне кажется что это просто какая-то любовь к детям у них огромные либо это терпение но никогда не ни в одном случае не было такого чтобы они выказали свое там неудовольствие там или еще что-то наоборот всегда везде поощряют разрешают пожалуйста проходите предоставляют больше времени скажем так какого-то если мне нужно отлучиться покормить ребенка ну то есть всегда очень доброжелательно и легко твой вот муж художник достаточно известный я так понимаю он тебе активно помогает у него нету по этому поводу каких-то переживаний что что он может быть там номер два нет мне кажется у нас во первых он номер один это однозначно чувствуется в нашей семье он успевает все то есть он с одной стороны развивает свое направление да как бы он рисует продолжает творить и с другой стороны он еще умудряется помогать мне если первые разы когда мы вместе летали на закуп мы спорили мы были совершенно не согласны в том что нам нравится то сейчас мы оказывается соглашаемся не знаю кто под кого подстроился но вот такая тенденция есть ну вот вопрос как раз напрашивается а вообще вести семейный бизнес это они чревато какими-то скандалами как после того как вы повздорили допустим в шоуруме потом в кафе поедая пиццу не продолжите выяснять отношения мы не повздорили мы можем спорить не соглашаться но это не ссор это просто обсуждение наверное мы пытаемся находить какое-то совмещение скажем наши поездки в милан там или в другие там города связанные с работой они всегда протекают частично с галереях куда мы ходим да у нас уже проходили небольшие выставки его работ в европе поэтому приятное с полезным говорят что когда ты рожаешь ребенка то у тебя все твои проблемы которые у тебя были когда-то не закрыты и они у тебя всплывают это как-то подтолкнуло как к тому чтобы решить какие-то там вопрос да нет времени с ребенком с маленьким какие-то там вопросы решать закрывать особо вот единственное что мне кажется все мои этапы расследования из детства до которые проблем как правило тянутся они у меня случились до появления ребенка я в свое время очень активно ходила на тренинги всевозможные семинары программы в общем много куда ходила и поэтому для меня это немного в прошлом то есть сейчас я не чувствую что у меня есть там ряд нерешенных там проблемы мне нужно писать письма маме папе да как это делается сейчас у меня скажем так все это сводится к возможности время от времени дать себе отдых по возможности хоть какой-то любая форма медитации которая возможна если она случилась то уже хорошо вот плюс у меня есть близкая подруга которая является коучем и я время от времени к ней обращаюсь за небольшими консультациями а ну то есть все таки какие-то вот эти модные техники которые тебя на новый уровень должны сдвинуть они как-то присутствуют да только у меня не сдвигают на новый уровень и скорее решают какие-то маленькие задачки то есть я его чувствую что у меня не большая проблема затык в чем-то я могу обратиться мы поговорили 20 минут и все само собой рассосалось а почему ты не уехала из барнаула я уезжала дважды и возвращалась один раз в америку один раз в москву но бы раз вернулась барнаул так сложилось с америка что я там училась я училась там неоднократно а потом я работала проходила там стажировку уже по специальности и поэтому в принципе все шло к тому для того чтобы туда переехать ну так было но потом это не случилось там силу визовых причин определенных пришлось вернуться обратно поэтому собственно и здесь решила развиваться дальше но в москву почему просто я почему спрашиваю потому что ну достаточно уникальный опыт и этот опыт но в большом городе мне кажется продать можно значительно дороже меня совершенно не устроила у меня были мысли по открытию магазина там это был 2011 год 2010 год аренда была бешеная просто невозможно входной взнос в любой торговый центр для открытия магазина был сумасшедший я просто понимала что но отработать эти деньги будет нереально это нужны большие инвестиции либо кредиты в которые мне совершенно не хотелось вдаваться наташ спасибо большое спасибо тебе за приглашение вот кстати про instagram про который мы уже заговорили ты достаточно там откровенно рассказываешь про проблемы в работе откровенно рассказываешь про свою личную жизнь что тоже ну редко бывает это никак не мешает друг другу ну то есть грубо говоря может быть там клиентам кажется странным что ты там можешь выложить свою фотографию в купальнике я просто в принципе человек достаточно открытый и мне наоборот сложно быть закрытым человеком если бы я вела instagram только ради вот какой-то внешней картинки тогда возможно я бы там соблюдала какой-то пиетет я не знаю в общем не выкладывала возможно какие-то фотографии или не писала о чем-то но поскольку инстаграм у меня все таки больше для себя для души то там я стараюсь выражать себе такое какая я есть то есть это ненадуманная картинка какая то конечно я работаю над тем чтобы фотографии были симпатичные по мере возможности но делюсь я искренне тем что у меня на душе тем что у меня в голове творится для клиентов насколько это адекватно или нет до смотреть на меня там в купальнике и одновременно читать прямую работу ну собственно то их вопрос если им нравится ради бога пусть читают если нет то нет но как ни странно большая часть клиентов которых я встречаю в магазине и которые на меня подписаны они говорят мне о том что они подписались на меня после каких-то моих постов о ребенке о личной жизни то есть люди все люди нам хочется быть ближе друг другу на каком-то уровне и поэтому любая информация личной жизни она собственно нас сближает и здесь я думаю нет какого-то противоречия